Какие трудности испытывает легкая промышленность в Татарстане? Готовы ли граждане сегодня откладывать средства про запас? Нужны ли детям карманные деньги? Какую сумму готовы сегодня выделить родители? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики. В студии Нина Горенова. Здравствуйте. Татарстанцы стали реже покупать одежду в магазинах. На фоне пандемии поток посетителей в торговых центрах снизился. Многие стали приобретать одежду онлайн. Об этом заявляют представители легкой промышленности в республике. По их словам, чтобы вернуть покупателей в магазины, они вынуждены улучшать сервис, вводить дополнительные бесплатные услуги. Создаем этот поток сами. У нас сейчас тоже разработана программа работы с каждым покупателем. Мы оказываем услуги, как раз про базовый гардероб мне говорили. Это подборы базового гардероба. У нас работают стилисты, которые бесплатно оказывают услуги. Они могут прийти даже с парой своих вещей, и к ней подберут те вещи, которые будут максимально сочетаться. Главная же проблема легкой промышленности сегодня – это острая нехватка кадров. По словам экспертов, молодежь не хочет идти работать на швейное производство. У нас практически нет училищ, которые бы работали. Девушки, которые заканчивают, не хотят идти работать швеями. Им легче, наверное, работать. Может быть, где-то продавцами. Это проблема номер один. То есть это непрестижная работа. Это непрестижно. Либо, скорее всего, они не знают, что на самом деле есть предприятие с достойной зарплатой. И сейчас как раз мы разрабатываем программу, чтобы помогать молодым специалистам. Татарстан попал в топ-20 регионов, где живут самые состоятельные семьи. Эксперты взяли за основу условную семью с двумя работающими взрослыми и одним-двумя детьми. Они рассчитали потенциально возможный остаток денег после минимальных расходов. В среднем по стране эта сумма составила почти 42 тысячи рублей. Что касается ситуации в Татарстане, то у семьи с двумя детьми после минимальных трат остается менее 34 тысяч рублей, а с одним ребенком чуть более 45 тысяч. Рейтинг самых состоятельных семей возглавляет Ямало-Нинецкий автономный округ. Остаток после минимальных расходов здесь составляет более 105 тысяч. Последние строчки с результатом менее 6 тысяч рублей занимают Чечня, Ивановская область и Кабардино-Балкария. Каждый четвертый россиянин не откладывает средства про запас, а 48% опрошенных ежемесячно направляют на сбережение менее 10% своего дохода. Таковы данные последнего исследования HeadHunter. Чаще всего деньги откладывают бухгалтеры и финансисты, занятые в юридической и строительной сферах, а также специалисты по маркетингу и рекламе. Меньше всего возможностей для сбережений у рабочего персонала. Наибольшая часть опрошенных, а именно 54%, откладывают деньги без определенной цели, просто на черный день. Около трети копят на покупку квартиры или путешествия, и еще 20% формируют пассивный доход, который обеспечат их средствами после выхода на пенсию. Если вы копите на какую-то цель определенную в рамках одного года, ну, допустим, купить квартиру либо машину, то в рамках года, я думаю, все-таки лучше копить деньги в рублях. Потому что вот сейчас, обратите внимание, допустим, доллар дешевеет последний месяц, он находится на годовых минимумах доллара, в районе 72 рублей. Если вы помните, год назад он доходил до 80. Было дело. А евро? Ну, евро примерно ходит вместе с долларом. Опять, если у вас цель, допустим, накопить определенную сумму через 10 лет или через 5 лет, ну, тут однозначно евро и доллар. Большинство казанцев, а именно 77%, считают, что детям нужны карманные деньги. К такому выводу пришли аналитики РГС Банка. При этом 58% респондентов заявили, что им самим в детстве не давали средства на личные траты. Это самый высокий показатель по стране. Опрошенные родители назвали сумму, которая является приемлемой для еженедельных расходов ребенка. По мнению большинства, это 250 рублей. При этом 12% родителей готовы давать своему ребенку свыше 1000 рублей в неделю. Интересно, что только 53% родителей из Казани в курсе, на что их ребенок тратит карманные расходы. 23% знают, что их ребенок покупает на свои личные сбережения вкусняшки, а 30%, что откладывает на крупную покупку. 47% родителей при этом считают, что им не обязательно вникать в личный бюджет своего ребенка. Из них 30% делают это осознанно, чтобы приучить к самостоятельности. А 17% не интересуются целями детских трат в принципе. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале Татарстан 24 каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube канал Татарстан 24 в раздел новости экономики. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok